И снова здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Булатый Кот. С вами, как всегда, я Александр. Пушистая мордашка Булатик. Великолепное настроение. И тема нашего сегодняшнего ролика будет о рыбалке. Да, у нас сегодня чудесный понедельничек. Мы с Булатиком великолепно прогулялись, но видосик снять не смогли, потому как на велосипеде ездили, разведывали новые места, узнавали. Дом дорогу. Ничего, конечно, мы толком не узнали, но покатались, прогулялись, насладились. Приехали домой и решили вам отснять видосик, как всегда, с нашей любимой книжечки «Рыбалка от А до Я». И сегодня мы рассмотрим такую, как наш дорогой зритель писал, рыбку, его интересовала такая рыба, как судак. Ну, я думаю, рыбаки многие знают, что это за рыба, как эта рыба клюет, как она ловится. Многие ловят данного хищника. И в удовольствие я ловил неоднократно. Я бы вам показал, какой размер на руки короткие, сами понимаете. Ну, а в общем, о судаке будем рассуждать. Значит, судак у нас рыба от ряда окунеобразных. Обычно его длина составляет около 60-70 сантиметров. Хотя отдельные экземпляры вполне могут достигать и метр тридцать. Ну, метр тридцать, это, конечно, да. Это, конечно, весомый аргумент. Ну, весит судак от 2 до 4 килограмм. В редких случаях достигает веса в 20 килограмм. Ну, да, на 20 килограмм, я думаю, такого это удача. Судак – ценная промысловая рыба. Тело судака удлиненное, слегка сжатое с боков, покрытое мелкой, крепко сидящей в зазубренными краями чешуей. Чешульный прокров распространяется частично на голову и хвост. Боковая линия полная. Продолжается на хвостовой плавник. Спинные плавники раздельны небольшими промежутками или соприкасаются между собой. В первом спинном плавнике все лучи колючие, во втором колючие лучи, лишь первых три. Остальные мягкие. Также колючие лучи имеются в брюшных и анальных плавниках. Рот большой, челюсти удлиненные. На них, а также в других костях рта имеются многочисленные мелкие зубы. На челюстях есть клыки, а на жаберных костях – шипы. Да, такая серьезная, может, мне нравятся клыки у судака. Он такой клыкастенький, зубастик такой, интересный. Спина судака зеленовато-серая, брюхо белое. На боках до десяти, а иногда и больше, поперечных буро-черных полос. Ну, такой на окушка похожий. Мега такой окушок. Перепонки спинных и хвостовых плавников усеяны рядами темных пятнышек. Грудные, брюшные и анальные плавники бледно-желтые. Судак обитает в реках и озерах. Первый раз услышал. Но век живи, век учишь, что в озерах обитают. Он очень чувствительен к снижению содержания кислорода в воде. Из загрязненных участков водоемов он старается уйти. В постоянно загрязненных водоемах отсутствует. Так что не загрязняем водоемы. Держится он преимущественно в глубоких местах реки и озер, где дно слабо заилено, песчаное или глинистое. Обычно обитает в ямах, среди корях, лежащих на дне камней, у обрывистых берегов. Их он покидает лишь утром и вечером, когда поднимается к поверхности воды или выходит на перекаты, чтобы поохотиться за рыбой. Мест с растительностью избегает. Среди зарослей могут обитать лишь молодые судаки. Зимой судаки собираются в стаи, теплее так толпой на дне там, в яме какой-нибудь, которые держатся на закоряженных ямах. Но в зимнюю спячку они не впадают, продолжая вести активный образ жизни. С наступлением весенняя упаводка судаки покидают зимнее убежище, перемещаясь в прибрежье рек, в залитые участки поймы рек и прибрежные участки озер. То есть, как и вся рыба, со сходом льда устремляется на разливы в пойменные места. При прогреве воды до температуры 7-8 градусов судак начинает нереститься. То есть, опять же, тоже как и у всех хищных рыб ранний нерест. Для этого они собираются в местах, где либо отсутствует течение воды, либо скорость его не превышает 0,2 метра за секунду. Глубины могут быть от 0,5 до 4 метров, но чаще не превышают 1,5-2 метра. Для нереста производители отыскивают у дна подходящий для икры субстрат. Развертленные корни осаки, тростника, камыша, заросли, кувшинки, затопленные луговые травы, корни, кустарников, ивы, вербы, ольхи. Перед декормитанием самки подготавливают гнезда. Струями воды, которые создаются беспрерывными движениями плавников, они очищают корни от грунта. Твердый грунт самки разрыхляют рылом. Подготовленное гнездо представляет собой углубление в форме круга. Или овало глубиной 5-10 сантиметров с обнаженными корнями растений. Размеры гнезда зависят от размеров производителей. Могут быть 20-60 сантиметров. От 20 до 60 сантиметров. То есть, ну, небольшие такие гнездышки. Но тоже интересно. Суетятся. Молодцы. Икрометание судаков происходит преимущественно ночью и редко днем. После икрометания самка уходит от гнезда. Самец остается возле икры и охраняет ее до тех пор, пока не выклюнется личинка. За самкой перед нерестом следует обычно не один, а два или несколько самцов. Но принимает участие в оплодотворении икры, как правило, один самец. Он охраняет гнездо до выклевывания личинок. Каждый из самцов охраняет лишь ту икру, над которой стоит. Во время охраны гнезда судак не ловит, а лишь отпугивает рыб, приближающийся к нему на 50, ну, от 50 до метра на расстоянии, если приближаются рыбки. При этом, сейчас перевернем листочек, ой, не было этих там, он ушками телепает, и продолжим, что он там. При этом судак не только охраняет икру от возможного выедания ее хищниками, но и создает движение плавников, потоки воды, очищающая икру от заиливания и аэрируя ее. Кислородик подгоняет. Если спугнуть сторожевого судака, то он вскоре возвращается к гнезду. Но если выловить его, как нередко делают браконьеры, то вся икра в гнезде неминуемо погибнет. Поэтому не занимайтесь браконьером, ловите браконьеров. Да, и накормлено раком. Раков тоже нужно поддерживать. Они голодают. Но я шучу, конечно. Ни в коем случае никого не призываю учинять самосуд. Во многих водохранилищах, где нет подходящих условий для размножения судака и других рыб, выставляют искусственные гнезда, на которых, если правильно выбрано место для гнезда, судак охотно откладывает икру. Судак относится к рыбам, которые откладывают всю икру за один прием. Самки разного размера имеют разную плодовитость. Половой зрелости судаки достигают на втором-четвертом году жизни, при длине свыше 30 см, но иногда и при 25 см. Экран, находящийся в полости тела самок, имеет различный цвет, от сероватого и синеватого до желтовато-синего. После оплодотворения она приобретает слабо-желтоватый цвет. Диаметр выметываемых икринок не превышает 0,8 и 1,6 мм. Они имеют жировую каплю. При попадании в воду и оплодотворении оболочки икринок увеличиваются в размере. Скорость развития зародышей зависит от температуры воды. При 9-11 градусах развитие зародыша длится 10-11 суток, при 15-19 – 5-6 суток, а при 18-22 градусах лишь 3-4 суток. Так вот, как ускоряется, не чертся, тоже почувствуйте разницу. Если бросаться из крайности в крайность, 10-11 суток или 3-4 суток. Так, из икры выклевываются личинки длиной 3-5 мм. Размеры только что вылупившихся личинок зависят от величины икринок, а также от продолжительности периода, в течение которого они развивались в икре. У личинок в течение первых 3-х суток жизни отсутствует ротовое отверстие, и в это время они питаются за счет содержимого точного мешка. Ну, как и все, обычно, стандартненько, ничего новенького, все по накатанной. Они постоянно совершают вертикальное всплытие в толще воды, держась первое время в районе нерестилища, затем расплываются по всему водоему, удаляясь от берегов. Через 4-6 суток, после выклевыва у личинок судака появляется рот, благодаря чему они приобретают способность питаться внешней пищей. Однако у личинок на протяжении 4-5 суток еще сохраняются остатки желточного мешка, содержимым которого они продолжают питаться и в начале потребления внешней пищи. Ну, такой чисто, запасик на всякий пожарный. В личиночный период жизни, который длится после выклева из икры в течение почти 3-х недель, происходит полное формирование всех внутренних органов и наружных органов. В это время личинки держатся в поверхностных слоях воды и постепенно переходят к хищническому образу жизни. Ничего себе! Достигнув длины 15-20 мм, личинки превращаются в мальков. При длине более 25 мм мальки приобретают все признаки взрослой рыбы. У них появляется чешуйчатый покров. Из поверхностных слоев воды они переходят к обитанию придонных и начинают вести типичный хищный образ жизни. Интересно, интересно! Такие хищники миллиметровые. Рост судака в различных периодах его жизни и в различные сезоны протекает с различной интенсивностью. Ну, понятно. Эти личинки растут очень быстро. Мальки при наличии подходящей пищи могут расти тоже хорошо. Рост замедляется с наступлением осенних похолоданий и почти полностью прекращается в зимнее время. При питании беспозвоночными молодость судака в течение первого года жизни достигает 6-10 см. Если же она питается рыбным кормом, то размеры сигалеток оказываются в много раз большими за этот же период нагула. Сигалетки могут достигать длины 14-21 см. Ну, да, существенно-существенно. Грубо говоря, больше чем в два раза могут от разницы зависимости еще хряцают. Такие молодцы. Молодь судака начинает вести хищный образ жизни, достигнув длины 2,5-3 см. Если в водоеме имеется молоть других рыб, равная по своим размерам половине длины тела молодого судака, Так, подождите, что-то тут я сбился. Что-то я тут насчитал такого, что аж сам потерялся. Так, начинает охотиться при размере 2,5-3 см. Если в водоеме имеется молоть других рыб, равная по своим размерам половине длины тела молодого судака. Ну, короче, они ними питаются. Свою жертву они обычно захватывают сбоку, после чего движением челюстей поворачивают ее в такое положение, при котором наиболее удобно ее проглотить. При отсутствии других рыб он может поедать своих собратьев, меньших по размерам. Судак питается как в дневные, так и в ночные часы, однако ночью и в предрассветное время более интенсивно, чем днем. Ну, как и все хищники, такой он каннибальчик. В связи с этим изменяется и видовой состав рыб, которым он питается. В нерестовый период судак продолжает питаться на менее интенсивно, чем в период нагула. Так что, все запомнили, где судак шорхается, когда, как, что питается. Ну, и теперь переходим к такому пункту, как ловля судака. Вот, и она по технике близка к ловле щуки. Судака следует ловить на мелкого живца, имеющего узкое туловище. На некоторых водоемах судак, как исключение, берет на карасика. Следует помнить, что вялого живца судак не любит. Во время жора судак не особо разборчив в пище. У судака очень жесткое костистое небо, и ловить его, как щуку на подсечку, не стоит. Это не очень эффективно, так как в большинстве случаев при подсечке живец крючком. Выбрасывается у судака из пасти. Выплевывают, так говорят. Его лучше ловить на заглот живца, то есть подождать, не спешить. Как говорят, не торопись. Если же на дне имеются топляки или коряги, необходимо действовать быстро и не давать рыбе возможности заводить лесу за коряги, так как это может привести не только к потере добычи, но и к потере снасти. Ну, бывалые рыбаки знают, что судак в коряги любитель залезть. Да, он такой, педступный. На украинском языке есть слово такое. Судак очень редко перекусывает поводок, поэтому достаточно надежен поводок из капроновой жилки 0,5 мм, который лучше скрадывает снасть, менее заметен, другими словами. Кроме того, этот мягкий поводок облегчает ход живца. Ну да, удобнее. Обычно судак заглатывает живца сразу. Мягкий поводок и мелкий тройник наименее препятствуют заглатыванию. При ловле на водоемах, где много щук, лучше всего использовать металлические поводки. Ну, потому что щука, грибаки знают, бывалые и небывалые, и молодые. Ну, в принципе, все, кто хоть маломальски ловил щук, знают, что щука перерезает поводок на раз-два, если он не стальной. Судак часто берет живца с броска. Нужно иметь достаточные запасы леса, чтобы хищник может богосперпятствовать заглатывать живца, не чувствуя сопротивления. Переворачиваем страничку, сейчас, секундочку, снасти. Сопротивление снасти, чтобы не чувствовал. При слабом жоре судак мнет живца и долго не заглатывает, просто сжимая его. В этом случае нужно выждать, пока судак начнет разматывать лесу. Подсекать следует только после того, как леска размотается, как минимум на четверть запаса. Если кружки оснащены одинарными крючками, номер 9 и 13, также не следует торопиться с подсечкой, давая судаку время на заглатывание живца. В общем, судак не любит торопливых. Не спеша надо. Потихонечку, потихонечку. Лучше всего судак лед летом, с ранней зари и до восхода солнца. Вечерние часы клевого судака с заката солнца до темноты. Ближе к осени судак начинает драть все утро и даже днем, особенно в пасмурную погоду. Подсеченный судак сопротивляется слабее щуки. Он иногда не выпрыгивает из воды и очень податлив. Крупного судака, достигающего иногда пяти килограмм, надо спокойно вываживать и брать с очком. Вот. Вот такие потягусики. Вот такие потягусики у Масика. Вот такой, вот такой, вот такой. Вот такой. Все. Все, спи, спи. Читаем тут своими судаками, спать собаке не даем. Так. Учитывая то обстоятельство, что судак часто передвигается по водоему в поисках пищени, нужно ориентироваться на прежние места его жировки. Часто судака на них уже нет. В этом случае нужно перемещать, переменить участок ловли, но не отходить слишком далеко от прежнего участка. Так что вот такие вот делишки. Вы ознакомились, как ловить судака. Да. Предупрежден, значит вооружен. Так что вооружаемся снастями и можно на судака. Ну а кому интересно, пишем свои комментарии, размышления, какую рыбку, о какой рыбке бы они еще хотели услышать. Ну и так, любителям вкусненького есть рецептик судака заливного, судака запеченного с картофелем и судака тушеного в сметане и судака жареного и судака отварного и судак по-бретонски и судак в соусе и судак фри. В общем, судак, судак зажаренный на решетке, судак фаршированный целиком, судак запеченный с вином и сырным соусом, судак разварной в шампанском, пудинг из судака, солянка из судака. Ничего себе! Еще и рыба таймень следующая идет у нас, но мы про нее читать не будем, потому как таймень водит у нас, в наших регионах не водится. Вот. А если кого интересуют морские рыбы, мы тоже решили ввести еще такую рубрику, как морские рыбы. Так что, не забываем, прожимаем лайкосики, подписываемся на канал. Да, прожимаем барский лайк, царскую подписочку, колокольчик на позитивчике. Я вас обнял, приподнял, поставил, где взял. Пока-пока, мои дорогие. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok